друзья всем привет продолжаем нашу историю о том как мы строили нашу пристройку от начала и до самого конца все рассказываем в подробностях и напомню что данное видео будет в четырех частях а это его вторая часть предыдущем видео мы закончили на десятом ряду блоков на именно на армопоясе ну что ж отсюда мы продолжим поехали и вот мы продолжаем строительство нашей перестройки к дому на даче предыдущем видео я рассказывал как мы делали перемычки над дверными проемами и оконными проемами а в этом видео мы поговорим с вами про армопояс армопояс у нас идет десятым рядом то есть фактически это будет высота два с половиной метра дальше на этой высоте мы уже будем начинать балки перекрытия и делать потолок самом армопояс мы будем делать под точно такой же технологии как мы делали наши перемычки изначально мы будем запиливать p-образные блоки дальнейшем укладывать них арматуру и заливать все это дело бетоном выкладывать термо пояс будем полностью по всему контуру нашей перестройки как по кругу так зацепим и стенки сан узла чтобы связать полностью все помещение в единый армированный монолитный пояс и вот пошла работа для того чтобы сделать армопояс нам понадобилось 34 p-образных блока пилили целых два дня долго и упорно как мы делали образные блоки я уже рассказывал в предыдущем визу для этого мы берем блок размещаем его с двух сторон я оставляю по 5 сантиметров снизу 7 после берем пилу пилили вдвоем женой здоровой двуручной пилой который пилит бревна не гораздо быстрее пилить чем обычной делаем сразу несколько заготовок делаем по два пропила в каждой и в дальнейшем шуруповертом будем делать в них отверстие берем шуруповерт надеваем на него длинное сверло по бетону и сделаем по нижней части много много отверстий на всю длину блок а погодка тем самым становится лучше после кияночкой выбиваем центра и тем самым мы получаем наши желаемые у-образные лодковые блоки кияночка у меня на 900 грамм и очень удобно работать для удобства блоки сразу переносятся поближе к тому месту где они будут раскладываться чтобы потом их за 3 9 земель тоже не таскать туда-сюда и отсюда вам буду становиться на поддон и закидывать все это дело наверх и вот пошла кладка у образные блоки весят уже гораздо легче чем обычно поэтому таскать наверх их одно удовольствие закидываем и наклеив все это дело сажаем внутри она выглядит вот так получается сплошной лоточек на всю длину а по углам на стыке я делаю отдельно дополнительную стеночку на один блок а с другой стороны уже после того как их уложил наоборот вырезаю маленький кусочек прямо на месте после склейки и тем самым получается что угол полностью идет связанный вместе со всем остальным поясом таких углов у меня получилось 7 штук и как видите полностью все уложено дальше мы будем заливаться в армопояс нам обязательно потребуется арматура в данном случае не использую десятку хотя изначально хотел купить восьмерку но ее не было в наличии немножко поторговавшись я купил десятку почти по цене восьмерки также будем использовать 3 миллиметровую вязальную проволоку при помощи нашего шаблончик и начинаем вязать каркасы каркасы я вижу на всю длину пристройки то есть у меня будет два каркаса по 4 2 метра чуть меньше там по 4 с учетом стен и два каркаса будут почти по 6 метров я использую 6-метровую арматуру поэтому будет меньше перепилов меньше вязок вот и 6-метровый каркасик после того как каркасики готовы закидываем их наверх в наши получившиеся лоточки и перевязываем между собой для этого я делал уголки с нахлёстом по примерно 20 сантиметров на каждую сторону и уже непосредственно по углам все это дело перевязывал тем самым у нас полностью получается внутри лоточков завязан металлокаркас по всему периметру абсолютно в армопоясе конечно же нужно предусмотреть шпильки мы непосредственно будем крепиться маурлатом в дальнейшем к армопоясу шпильки мы делаем 14 миллиметровые просто беру метровую шпильку я же ее на три части по 33 сантиметра накидываю две гайки и увеличенную шайбу шпильки мы будем таким вот образом ставить по центру пешки я буду ставить шпильку и в дальнейшем заливать ее бетоном тем самым она не вырвется из армопояса на шпильку в дальнейшем будем уже крепить крышу а именно маурлат стартовую доску начинаем мешать бетон делаю все то же самое как и в прошлый раз это один к четырем цемент с песком подвожу на тачке все это дело к дому дальше в ведра и ведрами начинаю затаскивать наверх понемногу и заливать и аккуратненько разглаживать кияночкой на улице стоит жаркая погода и вода очень быстро из цемента из бетона уходит непосредственно в газоблок поэтому чтобы этого не происходило я изначально полностью промачиваю весь лоточек причем промачиваю обильно чтобы газоблок уже напитал воды иначе наша бетонная смесь будет достаточно быстро сохнуть и лопаться чего не хотелось бы ну вот спустя еще два вечера работы наш армопояс готов установлены шпильки по трем стенам все разглажено все аккуратненько сделано и ждем пока все это дело высохнет дальнейшем уже крышу буду крепить но вот эти шпильки маурлат делать на к нему уже крепить балки перекрытия ну и все остальное думали как делать крышу хотел изначально сделать односкатную крышу но в дальнейшем после того как уже видны и реальные размеры данного данной перестройки было решено продолжить крышу дома и сделать крышу двухскатной поэтому будем делать ее уже с двумя скатами и обслужить все будет легче если где-то что-то потечет через чердак всегда можно залезть и поправить с односкатной крышей придется разбирать потолок либо наоборот ковыряться сверху ну а вот что получается на данный момент пока два с половиной месяца работы мы пришли к крыше а теперь пришло время маурлата и перекрытие специально для этих целей была закуплена доска 50 на 150 на 6 метров и 20 на 2 10 на 27 на 6 метров который в дальнейшем пойдет непосредственно на обрешетку все это дело мы обильно пропитываем огнебиозащитой ведь мы же хотим чтобы дерево служило долго поэтому без пропитки лучше не делать лишним не будет пропитывали кистью разливали пропитку непосредственно по ведрам и уже поверх дерева обильненько все это дело пропитывали после чего дерево еще где-то сутки просто отлеживалась чтобы хорошо пропиталась и высохла по дереву могу сказать лишь одно дерево в этом сезоне стоит просто как крыло от самолета это тот объем которая закупила это скорее всего только половина от того что нам нужно поэтому будем еще докупать пропитку которую мы купили она бесцветная и после того как дерево была пропитана она стала такого более желтого что ли насыщенного цвета но как таковой никакой зеленый оттенок или красный она не приобрела ну а вот идет подготовка к строительству нашего маверлата для этого я делаю импровизированные леса ставлю четыре блока друг на друга наверх накидываю поддон на котором были эти блоки потом на все это дело залажу и уже поверх начинаю все это дело строить первым делом берем первый брус 50 на 150 обрезаем его по длину которую нам нужно а здесь именно получается около четырех метров накидываю наверх прямо к шпилькам и размечаю уголком после по центру все это дело просверливаю шпилька у нас напоминают 14 отверстие в ней в непосредственном орлоте в доске я делаю 16-м перьевым сверлом чуть больше чем сама шпилька чтобы было можно потом легко одеть также для строительства маверлата нам потребуется еще три составляющих это битумная мастика отсечная гидроизоляция и льняной уплотнитель межвенцовый так называемый все это дело пойдет наверх изначально по нашему армопоясу по бетону мы обильно промазываем битумной мастикой нужно это для того чтобы заполнить все полости и шероховатости и поверх всего этого дела будет стелиться отсечная гидроизоляция чтобы в дальнейшем дерево не впитало влагу из бетона и не гнило вот поверх мастики раскатана отсечная гидроизоляция она 20 сантиметров толщиной продается уже готовыми нарезанными рулонами и в дальнейшем на отсечную гидроизоляцию мы раскатываем межвенцовый уплотнитель он у нас идет льняной 15 сантиметров ровно по толщине бруса тоже продается готовыми рулонами после чего берем наше подготовленное бревно накидываем на шпильки берем в руки киянку и постепенно осаживаем его по шпилькам забивая сверху ну и вот результат после накидываем увеличенные шайбы и накручиваем наши гайки на шпильки все плотно зажимаем тем самым доска очень хорошо очень плотно пережимается непосредственно к армопоясу между мастикой отечественной гидроизоляцией и льняным уплотнителем никаких отверстий нет ничего не просвечивается и таким образом мы будем делать все три маурлата я напомню у нас их 32 по краям и часть доски будет идти по центру это центральная доска выполнена в точно такой же манере не остается сделать еще одну из краю но после того как мы сделали три стартовые доски берем наш 6 метровый брус 50 на 150 и раскидываем непосредственно поверху затаскиваем в помещении и потом по углам аккуратненько все это дело поднимаем крепится к мауэрлату он будет на уголки и на саморезы вот так все это дело выглядит сверху десяти сантиметровые уголки по трем мауэрлатам и обязательно между собой они еще крепятся попереченками нужно это для того чтобы не было продольной раскачки наших балок и нагрузка распределялась равномерно крепеж который вы видите он сделан на самом деле всего лишь для начала просто чтобы переметиться и ровненько все это дело раскидать дальнейшем конечно же будут докручиваться еще куча саморезов чтобы все это было как говорится намертво раз навсегда говорят еще надо пробивать гвоздями но по гвоздям это наверное уже больше стропильная система а балки от мауэрлатов даже при таком крепеже не улетят нет здесь такой огромной крыши парусности чтобы отрывал их от рама пояса вот так все это дело выглядит снаружи и следующее что нам нужно будет делать это строить фронтон фронтон будет строить с треугольничком как раз на стене которая одно окно у нас чтобы построить фронтон были раскинуты таким вот образом еще доски о непосредственно поверх наших балок причем доски халявные были найдены в куче дерева которая лежала у нас там уже 10 лет за сараем сами по себе доски подуставшие но не знаю может быть тоже в дальнейшем их использую покрою угли биозащитой и пойдут на черновое перекрытие а пока это просто как черновой пол чтобы ходить по верху и выкладывать фронтон также нам нужно решить еще одну проблему во время укладки фронтона это электричество потому что предыдущие электричество у нас вот от столба заходит воздушкой непосредственно во фронтон дома и перед тем как строить всю стропилку и крышу нам нужно будет возвести фронтон и зацепиться уже непосредственно за него электричеством на провод в дальнейшем на как-то кинусь по полу но это будем думать еще как все это дело сделать правильно и конечно же надо еще решить проблему как закинуть блоки на высоту потому что блоки тяжелые а я нет вот и будем думать вот наши газосиликатные блоки напомню они 625 на 25 на 25 все это дело мне нужно таскать на трехметровую высоту блоки весит почти по 30 килограмм во мне примерно килограмм 65 и вот таким вот образом я пытался поднимать их наверх изначально то есть остановился на этот поддон поднимал блок над головой и закидывал вверх на перекрытие но после второго блока спина спасибо мне не сказала потому что они очень тяжелые поэтому немножко погуглив я пришел вот к такому решению вполне интересному и применимому я сделал себе такой вот кран при помощи которого я непосредственно затаскивал блоки наверх конструкция очень простая это две шестиметровые балки которые между собой скреплены и сделаны из досок вот такие вот саночки на которые я кидал блок и в дальнейшем затягивал веревкой его наверх таким образом делается это очень легко и просто а поднимать блоки над головой поверить не стоит меня чуть не переломала пополам вот так все это дело выглядит сверху тащим за веревку сама веревка привязана к балке на всякий случай чтобы сани не убежали и как вы видите на веревочке есть еще дополнительная петелька когда мы затаскиваем ее на самый верх этой петелькой мы цепляемся вот за эту шпильку получается такой страховочный шнурок чтобы санки вместе с блоком не уехали вниз ну а вот и сам процесс как это выглядит берем наш блок кидаем на санки и залазим наверх чтобы все это дело туда затянуть забегая наперед хочу сказать такую операцию мне пришлось проделать около 50 раз ведь чтобы выложить фронтон мне понадобилось почти должны почти мне понадобился целый поддон блоков слава богу блоки остались еще и биток всякий разный применил поэтому докупать материал не пришлось блок был израсходован полностью весь под ноль и все очень четко и правильно хватило итак затягиваем наш блок наверх и чтобы когда мы будем его снимать он вместе с санями не уехал вниз идем и цепляем за шпильку нашу страховочную петельку один раз кстати санки чуть не уехали поэтому петелька была сделана не зря хватаем блок и тянем его туда куда надо таким образом легко и непринужденно поднимаем все наверх когда затянули снимаем петельку и отправляем санки вниз повторяем операцию снова спускаемся кладем блок и затаскиваем его наверх а вот так все это дело выглядит сверху после того как мы положили блок за веревку затягиваем его наверх опять же напоминаю крепим нашу страховочную петельку и затаскиваем блок туда куда надо после из них я уже выкладывал фронтон чтобы таким образом выложить фронтон у меня ушло примерно два три ведь на три вечера до ушло три вечера поэтому ничего сложного в этом нету фронтон я выкладывал точно также как и обычную стену просто продолжал ее докладывать уже непосредственно поверх армопояса но вот мы уже немножко блоков подняли после этого начинается сам процесс вкладки но перед тем как начать вкладку нам нужно еще кое-что а именно собрать первый треугольник непосредственно первую стропили ну для нашей крыши ведь фронтон мы будем собирать именно по вот этой стропили не делается всегда изначально две штуки причем две одинаковые на земле одна затаскивается при помощи соседа наверх вторая остается на земле и она будет служить шаблоном по ней мы будем делать стропилку уже непосредственно для всей крыши после того как мы затягиваем первую стропилку первый треугольник наверх минимально крепим его чтобы на голову не упал и по нему начинаем постепенно выкладывать блоки вот как это выглядело изначально сама стропилка просто закреплена к одному из перекрытий на два самореза с каждой стороны и еще поставлены две распорочки чтобы она не упала после за нее я раскладывал газосиликатный блок и обычной пилой по газобетону прямо вдоль бревна под угол опиливал все это дело под треугольник и кстати получилось все достаточно ровненько и красивенько опиливал каждый ряд также не стоит забывать и про армирование ведь это точно такой же точно такая же обычная кладка как и кладка стен снизу поэтому каждый четвертый ряд я армировал весь высоту у меня получился сам фронтон примерно 220 а это между прочим немало это девять рядов блоков вечером конечно картина отсюда очень красивая очень красивые закаты ну и вот результат раскидал блоки опилил под угол и вот уже виднеется наш фронтон наш треугольничек в нем конечно же сделано окно и сделана подготовка под будущую проводку окошко я наверное все таки еще расширю изначально проем получился 50 на 50 но в дальнейшем сделаю 50 на 60 а тут вы можете видеть подготовку под проводку ведь проводку мы будем затягивать от столба воздушкой непосредственно во фронтон вот как она заходит изначально старый фронтон дома мимо нового фронтона прям столб поэтому мы будем вызывать электрика и затягивать ее уже непосредственно в новый фронтон а после этого уже будем строить крышу весь пока провод болтается таким образом крышу к сожалению мы сделать не можем не стропилку поставить не металл наверх затянуть ну а вот уже вид после визита электрика приехал электрик перетянул воздушку нам во фронтон все аккуратненько в карабины закрепил все заизолировал и теперь мы с правильным электричеством через растяжку все зацеплено за карабин и через подготовленные отверстия непосредственно в стене через изолированный металлорукав провод уже заходит к нам через фронтон и идет прям по будущему полу к тому месту где у нас находится старый счетчик прямо в доме ну и небольшой уфтоп прямо напротив камеры видеонаблюдения которая висит у нас на даче паук сплел паутину и камера запечатлила весь этот процесс на самом деле достаточно прикольно никогда не видел как пауки это делают ровненько кропотливо и обратите внимание в абсолютно разную сторону и сначала он идет влево а потом вправо влево и вправо сплел и примерно шесть часов проводил свою тихую охоту даже еще и не это самое прикольное а самое прикольное то что после шести часов тихой охоты паук убрал за собой свою паутину и ушел видите как поработал убери так и у нас стропила для крыши а именно вот такие вот ашки мы начали как я рассказывал собирать на земле одна была собрана изначально когда мы строили фронтон и дальше по образцу мы собирали все остальные как вы видите у нас получается надо сделать еще пять штук и затянуть их наверх очень помог в строительстве крыши сосед один бы на самом деле не справился потому что вещи достаточно тяжелые и делать нужно все ровненько и аккуратненько а опыта в этом к сожалению нет вот мы сделали такие вот кашечки из бруса 50 на 150 все это заранее конечно же было пропитано пропиткой все затянули поставили по нитке и в дальнейшем на это будет крепиться сначала пленка ну а после уже делался обрешетка и крепится металл крышу мы делаем из металла изначально ставится планка капельника после будем сюда уже спускать гидроизоляцию когда будете делать такие вещи ни в коем случае не перепутайте гидроизоляцию с пароизоляцией это абсолютно разные пленки в данном случае используется гидроизоляционная мембрана ну а вот тут уже можно посмотреть как начиналась собираться крыша после того как по непосредственно стропилам было протянуто вот эта гидроизоляционная мембрана она была перебита сначала степлером потом ставились планочки вдоль стропил и поверх уже набивалась обрешетка внутри это выглядит вот так как видите с одной стороны накрыли пленкой с другой еще все в процессе саму крышу мы делали на самом деле достаточно долго так получилось что у соседа было достаточно мало времени это он был занят что я был занят делали мы ее почти месяц такими частями и рывками и чтобы не терять время допустим когда его не было я начинал заниматься непосредственно перекрытием как видите нужно обязательно выдерживать вент зазор между гидроизоляционной пленкой и обрешеткой нужно это для того чтобы на металле если будет скапливаться конденсат он будет но он будет скатываться по пленке вниз не будут гнить наши стропила крышу мы делаем с нахлёстом на старый дом причем нахлёст получится достаточно большой около метра сделано это тоже на самом деле специально чтобы ни снег туда в дальнейшем не задувало ни ветер ни дождь на самом деле перестраиваться к чему-то достаточно сложно потому что старый дом кривоват и даже вот крышу пришлось сделать заведомо кривую она с одной стороны на три сантиметра выше чем с другой чтобы попасть ровно в тот стык по старой крыше думали может еще как-то обустроить чердак но по факту там не встать в полный рост получается к сожалению не хватает высоты ну вот и тут я хотел показать что стропилка вся собрана ровненько древно к древну то есть металл будет накрывать достаточно легко тоже интересная деталь крышу мы будем делать из металлопрофиля и к ней идут достаточно много разнообразных погонажных изделий это всякие торцевые планки капельники конек все это с завода закатана в пленку и я замучился отдирать эту пленку защитную я целый день потратил чтобы отдирать примерно 20 деталей так выглядит обрешетка с обратной стороны дома причем как вы видите обратная сторона дома у нас получается северная старая крыша уже откровенно покрыта мхом в следующем году я думаю нужно будет все это дело чистить и в дальнейшем красить непосредственно в цвет новой крыши опять же пока было свободное время я начал постепенно зашивать перекрытие досками подгоняю ровно под уровень гидроизоляционной пленки и в дальнейшем все это дело будет утепляться сначала снаружи будет использоваться ватам поверх пенопласт опять же чтобы не терять время начал делать зашивку перекрытия непосредственно внутри самого помещения делается достаточно просто берем пароизоляционную пленку ее непосредственно крепим к нашим стропилам к нашему перекрытию простите потом я использовал 10 сантиметровую вату из овер вату раскатывал непосредственно уже по пленке сверху опять набивалась пленка и в дальнейшем поверх стелились доски металл для крыши мы используем 0,45 покупал я четырех с половиной длиной листы сразу чтобы не было стыков и вот так вот уже начали накидывать листы на крышу как видите у нас лист идет от конька до самого низа крыши не будет никаких стыков так гораздо надежнее ничего не будет течь и вот уже зашита одна сторона на одну сторону у меня получилось пять листов со стороны улицы у нас выступ идет на полметра даже где-то 40 сантиметров и в сторону дома еще на метр мы заходим на старую крышу окрасить ее в свет нужно будет обязательно и как видите у каждого свои забавы пока кто-то строит кто-то летает а я в этом сезоне так почти не полетал на своем квадрокоптере кому интересно видосы про него вот на этом канале подсказочка будет сверху продолжаем зашивку перекрытия все утепляется ватой 10 сантиметровый зашивается в дальнейшем пленочкой пара изоляционной и поверх доски 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 получается достаточно быстро на самом деле все перекрытие я зашил за два дня а это чердак старого дома темный страшный ужасный этим стропилам больше 50 лет и хоть бы хны все стоит как новое а потому что сухо металлическая крыша нагревается и дерево внутри постоянно сухое слава богу ничего не течет а где текло все уже давным-давно замазано ну а вот результат по самому перекрытию все аккуратненько утеплено и зашито даже немножко осталось ваты теперь мы имеем теплое перекрытие и теплый потолок вот так это выглядит из помещения в дальнейшем еще подумаем как обыграть интерьер может быть накрепим гипс картон может быть сделаем глянцевый пластиковый потолок как мы это сделали в доме тут уже полет фантазии пока еще не придумали как сделать дальше ну а вот конечный результат по крыше уже установлены конек и торцевые планки и снегодержатели получилось все очень аккуратненько и красиво надеюсь прослужит очень долго изначально я хотел делать односкатную крышу но так подумав сделал именно двухскатную двухскатную крышу гораздо проще обслужить всегда есть выход на чердак есть дополнительное помещение что-то сложить а по деньгам плюс минус получается одинаково если что крыша на данном этапе стал самым дорогим узлом если забегать наперед то могу сказать одно на дерево на металл на крепеж на все вот эти вот пленочки ваты и так далее крыша плюс перекрытие на все это дело у меня ушло почти две тысячи долларов США на стену примерно тысячу на фундамент примерно тысячу а на крышу как видите две всего в нашей перестройке получается будет четыре окна одно окно 90 на метр двадцать одно метр на метр сорок и два маленьких окошка в туалете и в чердачном помещении изначально проемы под них делались примерно 50 на 50 но в итоге проемы пришлось дорабатывать мы их расширяли до размера 50 на 60 окна я покупал готовые потому что это гораздо дешевле чем делать окно под заказ поэтому проемы делались изначально под окна а не окна под проемы проем 90 на метр двадцать у нас под него было готовое окно которое мы снимали с торца дома окно в пене но оно достаточно легко почистилось и после того как мы его очистили начали уже непосредственно ставить в район чистится окно просто отверткой и рукой в перчатках никаких дополнительных средств химии я не использовал и вот вам кстати лайфхак если вы ставите окно в одиночестве то очень удобно просто взять две ровные доски и прикрепить их к стене тем самым окно не выпадет на улицу и сразу станет вровень непосредственно по стене из подвесов для подвесного потолка мы делаем вот такие вот уголки и будем крепить их точно так же на оконную раму нужно это для того чтобы зафиксировать окно в нужном положении когда мы уже вкинем его в проемы ставится окошко конечно же по уровню это очень важно во первых все должно быть ровно и красиво во вторых если окно будет стоять не по уровню оно будет постоянно либо заваливаться либо самопроизвольно открываться закрываться в открытом состоянии это неудобно поэтому все красиво аккуратно ставим по уровню после ставим уголки и запениваем вот в принципе и весь монтаж окна очень простой операции ничего сверх сложного нету пену конечно же потом подрезаем когда она высохнет далее были куплены два окна окно метр на метр сорок и два окна пятьдесят на шестьдесят все окна у нас с тремя стеклами то есть это двойной стеклопакет непосредственно поворотно откидные и вот первая проблема проемчик то у нас 50 на 50 окно 50 на 60 готовых окон да и поворотно откидных заказных на проем 50 на 50 нет поэтому проема пришлось подрезать вот мы ставим большое окно окно у нас метр на метр сорок двухстворчатая и одностворка у нас поворотно откидная ставим его точно так же как и предыдущее окошко крепим на эти наши импровизированные металлические уголки дальше ставим пластиковые клинья все это дело выставляем по уровню и аккуратненько запениваем еще обращаю внимание что данное окошко я ставил без подоконного профиля так как проем получился ровно метр высотой окно с подоконным профилем метр ноль три поэтому три сантиметра мы сняли предыдущее же окошко у нас будет с подоконным профилем там будет подоконник а вдоль этого окна я потом в дальнейшем планирую делать столешницу кухонную поэтому там мы будем на и на аккуратненько шпаклевать и не будет пластикового подоконника ну а вот проемы которые у нас идут в туалете с ванной и на чердаке нам пришлось немножко расширить делается это все достаточно просто берем пилу до вырезаем кусок газоблока в дальнейшем окошко ставим по уровню к доскам клиним клиньями и запениваем по кругу ну а вот вам мой импровизированный штатив называется дурь на выдумке хитра что же делать если нет штатива высотой в человеческий рост все окошки ставим аккуратненько по уровню и запениваем это у нас идет окно на чердаке после крепим створки по поводу запенивания лучше запенивать обильно лишняя пена все равно вылезет потом ее можно легко срезать канцелярским ножом ну и вот что у нас получается окошки установлены и пена уже аккуратненько подрезана причем все створки проверил все аккуратненько открывается закрывается готовые окна сразу с магазина шли уже отрегулированы и ничего не пришлось регулировать поэтому мы довольны может стоило окна поставить и побольше но опять же это денежный вопрос чем больше окно тем соответственно оно и дороже а дальше мы будем утепляться вот уже заготовлен пенопласт был закуплен пенопласт листы размером метр на метр толщиной в 5 сантиметров и плотностью как заявлялось на сайте производителя в 25 килограмм на метр кубический кроме этого была закуплена также стеклосетка с ячейкой вроде как 5 миллиметров достаточно мелкая ячейка может быть даже меньше закуплены вот такие вот зонтики с дюбель гвоздями конечно же металлическими потому что металлическими работать гораздо удобнее чем пластиковыми они еще идут с пластиковыми заглушечками это чтобы как говорят мостики холода не проходили через дюбель стену кроме этого нам еще понадобится вот такая вот грунтовочка ведь стену из газоблока перед поклейкой надо грунтовать оклеить пенопласт мы будем на вот такую вот специальную пену пистолетная пена циризитовская для непосредственно приклейки пенопласта либо другого любого утеплителя также надо брить сверло валик чтобы все это дело грунтовать и в дальнейшем мы стеклосетку будем клеить на вот такую вот смесь опять же циризитовскую ст 82 для наклейки пенопласта либо минеральных плит скажем так это минимальный набор того что нам понадобится да больше в принципе ничего и не надо что касается пенопласта скажу вам так обязательно проверяйте то что вы покупаете очень обидно что каждый продавец хочет нас обмануть что я дерево покупал доску десятку по факту оказалось чуть меньше девяти что с пенопластом очень простая математика напомню я покупал пенопласт 25 плотности значит один лист метр на метр толщиной 5 сантиметров должен весить 1 килограмм 250 грамм на деле и доставки все оказалось иначе один лист пенопласта у меня весил от 850 до 900 грамм а это плат плотность порядка 18 килограмм на метр кубический это было предъявлено продавцу после чего мне был пересчитан пенопласт по прайс-листу в 20 килограмм за кубометр будьте бдительны дальше берем нашу терочку для газоблока и зачищаем стену от наплывов капель клея на которой мы клеили непосредственно газоблок стена должна быть ровная обеспыленная и чистая после наносим грунтовку грунтовка я брал концентрат разбавляется 1 4 с водой и наносится на газоблок в два слоя так как газоблок очень сильно впитывает как пенза а наносил я вот таким вот методом через деревянный колышек я валик перекрепил к трубе от сачка для бассейна он телескопический и раздвигается почти на 4 метра в длину я с земли даже под самым камнем все это дело грунтовал при помощи этой трубы ну и сам нехитрый процесс грунтовки макаем валик в грунтовку и намазываем на стену таким образом проходим весь дом а именно всю нашу перестройку по кругу в два слоя с ожиданием примерно в два часа чтобы высох первый слой грунтовать надо обязательно иначе пенопласт может просто отвалиться дальше начинаем клеить наши плиты пенопласта клеем мы напоминаю на клей пену специальную для этих нужд наносим клей пену непосредственно на пенопласт и даем ей где-то от двух до четырех минут по инструкции просто побыть на воздухе она расширяется принимает правильное состояние после чего плиту уже прижимаем непосредственно к стене держим буквально полминутки отпускаем и она уже не падает все излишки которые выдавились по краям но это первые плиты я на самом деле очень сильно с края наносил данную пену потом легко обрезаются ножичком и ничего не остается клей пена ведет себя точно так же как монтажная пена но не расширяется сильно и тем самым не выпущивает пенопласт рядом с окнами я клеил пенопласт с нахлёстом примерно в один сантиметр на оконную раму таким образом когда мы по кругу обклеим ее пенопластом нас получат своеобразные откосы и не нужно будет ничего придумывать после того как клей пена высохла нужно дюбелить пенопласт напомню я брал вот такие вот зонтики с металлическим дюбель гвоздем и с пластиковой заглушкой сверху что не даст ему давать мостики холода в стену ну и вот начало уже наклеили несколько листов подождали пока не подсохнут и задюбелили теперь точно не отвалится по поводу дюбель гвоздей вот этих могу сказать одно чем длиннее дюбель тем оказывается лучше в моем случае 5 сантиметровый пенопласт и потом 25 газоблок я взял пачку 140 дюбелей и вместе с ними к сожалению мне попалась на полке пачка 120 дюбелей они лежали на одной полке поэтому хапнул по невнимательности так вот 120 дюбеля постоянно пытаются вылезти из стены обратно по поводу горючести пенопласта пенопласт сам по себе не горит как видите мы его поджигаем он пытается гореть и начинает задухать самозатухающий как говорят но при этом дым который образуется от него черный воняет просто ужасно поэтому не дай бог его попасть в пламя когда из земли перестал доставать уже клеить плиты вверх я соорудил вот такие вот козлы и соорудил я их из поддонов от газоблока которые у нас оставались сверху кинул пару досок настилом и уже было удобненько по ним ходить перекрытием утеплял минеральной ватой и поверх клеил уже непосредственно пенопласт таким образом у нас все очень тепленько будет заизолировано не будет задувать под перекрытие вот так вот за один день мы полностью с одной стороны утеплили стену в принципе получается все достаточно аккуратно после того как пенопласт уже полностью присохнет к стене нужно пройтись стыке ножичком и терочкой для пенопласта нужно это в дальнейшем чтобы когда мы начнем его поверх штукатурить у нас не было больших переходов между листами в дальнейшем я приноровился работать сразу двумя листами одновременно потому что напомню надо ждать пока клей пена расширится это примерно мы теряем 3-4 минуты поэтому я наносил клей на 2-3 листа одновременно и по очереди их приклеиваю к стене там где у меня идут уже длинная стена там было работать гораздо проще листы не резались а использовались непосредственно уже метр на метр целиком вот так вот земли до двух метров высотой я первый день все это дело утеплил и заанкерил по нашей длинной стенке опять же пенопласт выполняет роль откоса в данном случае дальнейшем просто приклеим уголки и поверх все это дело заштукатуре по поводу еще раз этих дубель гвоздей могу сказать одно когда мы забиваем его металлическим молотком данная пластиковая шляпка не отваливается и все очень аккуратненько красивенько забивается и держится ну а когда я уже перестал доставать земли я пошел к своему соседу строителю и попросил у него леса он любезно мне и доставил с них было работать гораздо легче но опять проблема получается у меня под конек примерно 5 метров из лесов я уже опять же не достаю работал до поздной ночи но что удобно у меня прямо напротив дома стоит фонарь фонарь светит прямо на длинную часть фасада поэтому можно было смело утепляться до самой поздней ночи было все хорошо видно в дальнейшем я опять же обратился к своему соседу попросил у него вторую секцию лесов собрал себе вот такую конструкцию поставил табуреточку и утеплился до самого верха напомню фундамент у нас идет так называемый свайно-ростверковый мы сначала бурили и заливали свай потом поверх заливали уже непосредственно ленту такой фундамент так или иначе надо утеплять чтобы он не промерзал и не напитывал влагу не разрушался да и в целом так гораздо лучше крыльцо мы пока еще никакой не строили пока в раздумьях какое лучше сделать возможно даже сделаем перед домом небольшую терраску но это пока опять же только в мысли напомню что участок у нас наклонный и там где вход у нас от дома до порога примерно почти 70 сантиметров и как вы видите к другому углу дома идет очень такие достаточно серьезный наклон сам дом утепляли пенопластной пятеркой но фундамент мы будем утеплять пеноплексом потому что данный материал абсолютно гидроскопичен он не впитывает влагу и гораздо лучше подходит для утепления фундамента использовать мы будем пеноплекс пятерочку 5 сантиметровый и в дальнейшем будем его штукатурить штукатурить мы на первом этапе будем его обычной клеевой смесью который клеит покрывать стеклосеточкой вмазывать ее туда а сам пеноплекс к бетонному основанию мы будем клеить на клей пену точно такой же как мы и клеили наш пенопласт когда утепляли фасад дом ну и вот пошла работа вдоль дома мы вырываем траншейку так как фундамент нужно утеплить полностью под самый ноль и как видите траншейка достаточно не глубокой на самом деле вначале она от силы идет сантиметров 15-20 вниз потому что дальше у нас идут свои утеплять свои нет смысла поэтому мы будем утеплять фундамент до свай а в дальнейшем будем делать отмостку где-то на полметра на сантиметров 60 от дома чтобы мороз не проникал непосредственно вниз в грунт к своим берем нашу клей пену наносим ее на пеноплекс как требует инструкция выдерживаем 3-4 минуты на открытом воздухе чтобы пена расширилась и приняла свое нормальное состояние а потом прижимаем листы и ждем пока они подсохнут но работают все даже наша малышка помогал нам копать вот что получается на первом этапе все стыки аккуратненько где достаточно широкие получаются швы мы пропениваем той же самой клей пены потом когда она засохнет мы просто ее срежем по другой стороне мы тоже вырываем траншейку чтобы утеплиться ниже уровня грунта и здесь уже траншея получится достаточно глубокая так как у нас фундамент в среднем 60 70 сантиметров а с одной стороны вы видите что он почти висит в воздухе а в другом углу дома он реально заглублен на те же самые 60 70 сантиметров копаем ждем пока немножко подсохнет очищаем от пыли в идеале конечно надо было грунтовать но к сожалению грунтовки не было под рукой я думаю пеноплекс и так не отвалится все равно он будет дальнейшем прикопан да еще и приезжать в передачу отмосткой и точно так же на клей пену начинаем аккуратненько ровно под лазерный уровень расклеивать наш пеноплекс все получается достаточно ровно и красиво лазерный уровень все-таки вещь абсолютно необходимая в таких работах да и в целом в хозяйстве вот мы наклеили весь пеноплекс и в дальнейшем начнем его оштукатуривать утепляемся мы конечно по кругу с одной стороны у нас пристройка прилегает к дому там мы ничего не делаем а по трем остальным сторонам полностью проклеиваемся утепляемся как я уже рассказывал в предыдущем видео удобно работать допоздна фонарь светит прямо напротив дома на длинную часть фасада перестройки поэтому с этой стороны работать можно было до самого поздна и в дальнейшем начинаем первоначальную черновую штукатурку берем наш клеевой состав я пользовал клей для наклейки непосредственно утеплительных плит это циризит ст 82 по инструкции замешивал в ведре с водой и в дальнейшем уже начинал штукатурить пеноплекс говорят что пеноплекс удобнее пройти терочкой чтобы лучше к нему клеился состав хотя он итог я не проходил он и так нормально клеится ножичком подрезаем все неровности убираем все излишки пены и начинаем наносим слой штукатурочки переклеиваем к ней стеклосетку вмазываем ее вовнутрь и потом в дальнейшем точно также замазываем шпателем все выравниваем делаем ровненько красивенько по углам ставим пластиковые уголки сеткой чтобы если мы будем их там ходить и задевать не дай бог то не отвалилась наша штукатурка да и с такими уголками гораздо красивее все получается ну и вот результат кстати обратите внимание что интересно и фасад и фундамент штукатурены одним и тем же составом на пеноплексе он почему-то светло-серый а на пенопласте темно-серый возможно от того что оба этих материалов пить влагу по-разному но для меня это осталось за напомню чем мы утеплялись это пятерочка пенопласт 25 плотности который мы полностью утеплили с трех сторон нашу перестройку и перед тем как начать с черновую отделку нужно обязательно пройти все стыки мы пропенивали стыки чтобы не было больших щелей поэтому все проходим ножичком а потом еще поверх и теркой тогда у нас получается абсолютно ровные поверхности не будет никаких бугров и резких переходов желательно заранее подготовить уголки абсолютно на все угловые поверхности на окна на дверные проемы и так далее тем самым работа ускориться причем достаточно сильно дальше мы замешиваем наш состав которым мы будем штукатурить пенопласт в данном случае это циризит ст 82 это клей для минеральной ваты либо пенопласта и этим же клеем в дальнейшем делается черновое штукатуривание самого пенопласта разводим его в первый раз до достаточно густой консистенции и начинаем начинаем мы желательно с угловых поверхностей так будет потом проще наносить ровные красивые слои непосредственно на плоские поверхности сначала наносим штукатурку поверх уголки и потом поверх еще раз замазываем салют на все ровные поверхности просто стены мы будем обязательно все это дело еще укреплять стеклосеткой Потому что если не укреплять стеклосеткой штукатурку, то все это дело может, конечно же, отвалиться. В конце августа стояла хорошая теплая погода. И столько воздушных шаров у нас летало вокруг. Напомню, я не профессиональный строитель. Все это делается на любительском уровне, начитавшись разного рода статей и насмотревшись, как это делается в интернете. Но в целом делал все не спеша, аккуратненько старался. Вроде что-то и получалось. На штукатуривание, полное штукатуривание фасада у меня ушло примерно 3 недели. Потому что, к сожалению, в дальнейшем очень сильно испортилась погода. Неделю мы просто потеряли. Ну а вот как все это дело делалось. Изначально мы достаточно толстым слоем наносим первый слой нашего клеенности. Сильно его пока, скажем так, не выравнивая, не размазывая. В дальнейшем мы берем кусок стеклосетки. И если вы это делаете, как я, кусками, я сначала делал вверх, а потом вниз, то стеклосетка должна обязательно пересекаться с предыдущим слоем примерно на 10 см внахлёст со всех сторон. Накладываем ее на наш достаточно толстенький слой и вмазываем вовнутрь руками. И это правильно. Надо делать именно так. Нельзя сначала переслонять стеклосетку просто к чистому пенопласту, а потом ее штукатуривать. Тогда под ней будет достаточно мало штукатурки. И будет очень мало зацепа. Возможны варианты, что они отвалятся. А так у нас стеклосетка будет ровно в центре слоя. В дальнейшем мы снова берем шпателек, размазываем то, что у нас вылезло из стеклосетки, и добавляя на шпатель новые порции клея, уже выравниваем все это дело до красивого ровного состояния. В данном случае уже много штукатурки не нужно. Нужно ровно столько, чтобы закрыть сетку. После того, как я зашпаклевал первую стену, я приступил к лицевой. Лицевая сторона фасада у нас достаточно большая и высокая, поэтому, обратившись к своему соседу-строителю, я попросил у него снова две секции лесов. Работал допоздна. Благо, с этой стороны у нас висит фонарь, и он позволяет работать до поздней ночи. А еще в темноте у нас ползают вот такие вот сюрпризы. В один из дней я шел по двору, когда уже заканчивал работать, споткнулся, объезжаю, чуть не упал. Но, слава богу, не я, не еж не пострадали. И вот первая беда. Всегда смотрите прогноз погоды. После того, как в один из вечеров я закончил работать и поехал домой, на улицу пошел дождь. Дождь косой, лил прямо на фасад, и не высохшую штукатурку он просто смыл. Образовалась вот такая вот бугристая ерунда. Но это не беда. По ней я прошелся в дальнейшем терочкой, снял, выровнял, и поверх снова оштукатурил. В дальнейшем леса передвигались, ползал поверху и опять же все это дело обмазывал. На всех углах, в том числе и дома, везде ставились пластиковые уголки с сеткой. Так получается гораздо аккуратнее, гораздо красивее. Уголки нужно ставить обязательно. Здесь я показываю просто для примера. Изначально я мазал на стену штукатурку, в дальнейшем прикладывал уголок и обмазывал его опять же вторым слоем поверх. Но что-то результат после самого первого раза, откровенно говоря, меня не устроил. Вот такая вот разноцветная ерунда получилась. Но при всем при этом это одна и та же смесь, купленная в одно и то же время, заштукатуренная, правда, в разные дни. И, как видите, получился какой-то дикий разноцвет. Также могу сказать еще такой момент. После того, как все это дело высохло, проступила сетка. Была очень сильно видна сетка. И, побежав к соседу-строителю, опять же, я у него спросил, а в чем дело? Почему у него все красиво, серого цвета, однотонное, а у меня получилась такая жесткая палитра цветов со всеми видными переходами, да еще и с торчащей сеткой? Ведь слой я наносил достаточно толстый. Он мне сказал очень простую истину. А наносить, оказывается, нужно штукатурку в два слоя. Первый должен высохнуть, что у меня и произошло. И в дальнейшем нужно наносить второй слой. Поэтому снова беремся за ведро, за шуруповерт и замешиваем новый слой. То, что мы будем покрывать вторым слоем, мешается уже не густо. Нужно здесь уже мешать достаточно жиденькую смесь, ну, скажем так, состояние сметаны. И ей уже тонким слоем все это дело наносить на стену. Если первый слой я наносил чуть ли не полторы недели, ежедневно, вечерами, то второй слой с двух сторон, с самого большой стороны фасада и с одной из маленьких сторон фасада я нанес буквально за день. В субботу, с утра и до позднего вечера. Второй слой наносится очень тонко, хорошо размазывается и тем самым не будут видны ни переходы, не будет никаких линий и сетка после этого уже проступать не будет. И вот вам пример, как с одной стороны уже высох второй слой, а с другой стороны у нас пока только первый слой. Бледненький, страшный, видны грибки, проступает сетка. С этой стороны уже такого нет. Уже все красиво и однотонно. Вот так все это дело выглядело после того, как я в первый день оштукатурил вторым слоем. Он еще мокрый. Это вечер этого дня. Еще ничего не высохло. А вот так все это дело выглядело уже на следующий день. Клей высох, штукатурочка высохла и у нас уже все с большего однотонно и красиво. Не видно никаких переходов, нигде не торчат ни грибки, ни сетка. Поверх этого уже в дальнейшем можно будет делать какую-нибудь чистовую отделку. Какую пока не решили. Может покрасим. Но это уже в дальнейшем. И начать лучше всего конечно же с проема. Напомню, что дверь мы будем ставить стандартную. Точно так же, как мы делали и окна. Значит изначально проем мы делали под дверь, а не дверь заказывали под проем. Проем у нас получается 1 метр в ширину и 2,06 в высоту. Потому что стандартные металлические двери обычно идут шириной 96 сантиметров ну и как раз остается пару сантиметров зазора с каждой стороны. Вверх же идет почти впритык. Стена у нас состоит из 25-ти сантиметрового газосиликатного блока и 5 сантиметров утепления пенопластом. Причем изначально утеплялась стена, а в дальнейшем поверх утеплителя будет ставиться уже и сама входная дверь. Если у вас есть возможность сделать проем изначально правильный, такой, как вы хотите, то лучше делайте так, потому что это здорово сэкономит вам денег. Ведь дверь под заказ всегда в полтора, а то и в два раза дороже, чем обычные стандартные. Поэтому проем был заготовлен изначально. Метр на 2,06. Воспользуйтесь этой информацией. Полезно. Ну и вот сама дверь. Выбор пал на металлическую входную дверь от российского производителя Промет. Это теплая входная дверь, внутри наполненная, как заверяет производитель, пенополистиролом. Грубо говоря, дверь набита пенопластом, то есть она не пустая. Покрыта она сама специальным антивандальным напылением уличным, так называемым полимерным покрытием антикмедь. Имеет два замка, глазок и наружные петли, что позволяет открывать дверь на 180 градусов. Петли у двери наружные и на подшипниках. Открываются плавно, пока не скрипят, не трещат. Брали специально с открытыми петлями, так как угол открывания идут полностью на 180 градусов. А внутри дверь имеет вот такую красивую HDF-панель. Это не MDF, это что-то более похожее на пластик. То есть в нашем случае, когда датчка не отапливается, ничего не расширится и не лопнет. А специально для тех, кто боится открытых петель и говорит, что их спилят и дверь отвалится, то скажу вам, что это не так. У двери есть пассивные ригеля, они как раз находятся со стороны петлевой части и даже если отпереть петли, дверь останется висеть на этих ригелях и никуда не отвалится. Дверь не совсем дорогая, это бюджетный сегмент, поэтому, как видите, даже ответные планки отсутствуют. Но зато есть все заглушки в местах, где вбиваются анкера в стену. То есть лишних отверстий у нас в двери нет. Рама имеет два уступа и два контур-уплотнения. Соответственно, один уплотнитель толстый, хороший, в виде D, D-образный, так называемый, идет полностью по периметру рамы, а второй уплотнитель также толстый, D-образный, у нас идет по кругу самого дверного полотна. И дверь плотненько закрывается, через нее ничего не дует. Само покрытие внутри достаточно интересное. Рисунок кажется объемным, хотя на самом деле он гладкий. Научились, конечно, интересно печатать. И само покрытие это не MDF, это как пластиковая панелька внутри. Тем самым она не разбухнет от влаги или мороза, потому что зимой дом не отапливается. В дверях два замка. Нижний замок идет отдельно вместе с ручкой, фурнитура раздельная, это красиво. А верхний замок идет под сувальдный ключ. Верхний замок с двух сторон открывается и закрывается сувальдным ключом, а у нижнего сердцевина ключ-барашек. То есть внутри мы имеем как бы ночничок, можно закрываться изнутри. Три ригеля на нижнем замке и три массивных ригеля на верхнем замке. Замки смотрятся нормально, недохленькими. А то я видел такие замочки, у которых ригеля в два раза тоньше, чем палец, но это уже совсем издевательство. Здесь, слава богу, такого нет. Ну и, как видим, нижний замок под пиновые ключи, так называемые, а верхний под здоровый сувальдный флажок. Дверью остались очень довольны. Пускай это одна из самых бюджетных дверей, но все же не берите китайские двери. Поверьте, о дверях я знаю хорошо, я когда-то работал в этой теме. Лучше выбрать что-то подобное. Вот так выглядит наша пристройка внутри. Такого размера будет кухонька. Ну и ставилась дверь достаточно просто. так как она у нас ставилась в стены из газосиликатного блока, ток дверей приваривались, не приваривались, а присверливались изначально уши. В дальнейшем дверь вставлялась в проем. Проем у нас идеально сделан под такую дверь. Все это дело вбивалось на анкерные болты, 4 болта по кругу и по кругу запенивалось. Все, как бы ничего сложного тут нету. После этого дверь уже никуда не денется. еще посоветую пару таких моментов. Обязательно берите двери чем толще тем лучше, тем они будут тише и теплее. В нашем же случае это рама в 10 сантиметров и полотно в 7 сантиметров. Когда мы ставили дверь мы внутри проложили ее хорошенечко пенопластом и все пустоты в дальнейшем запенили. Ну а внутри полотна у нас напомню идет пенополистирол. Грубо говоря дверь и так набита пенопластом. И полотно у нас 7 сантиметров. Напомню пристройка наша стоит на мелкозаглубленном фундаменте со сваями. То есть это свайно-ростверковый фундамент. И мы решили сделать к нему утепленную отмостку. На самом деле утепленная отмостка здесь не обязательно, потому что это свайно-ростверковый фундамент. Но так как есть материал, мы решили его использовать. Итак, отмостку мы будем делать простую, бетонную. Будем замешивать песок непосредственно с цементом в перемешку 1 к 4. В роли утеплителя у нас будет выступать пеноплекс. Как раз было несколько старых уже выцвивших листов, которые мы применим в нашу отмостку. Их надо было либо применить, либо выкинуть. Был закуплен цемент, 5 мешков, еще 2 мешка у меня было, и на самом деле этого не хватило. Пришлось докупать еще. Также отмостку мы будем армировать. Для этого была куплена вот такая сеточка под размер с размером ячейки 5х6. Толщина ее, по-моему, была 4 мм. Сначала проводим подготовительные работы. Как мы видим, по одной стороне у нас идет участок наклонный, с другой стороны, где мы будем делать отмостку, он идет ровный. И вот здесь, где он идет ровный, отмостка будет продолжением отмостки старой части дома. Выкапываем плодородный грунт, засыпаем песочком, все это дело трамбуем, укатываем и выравниваем до ровного состояния, чтобы когда мы укладывали пеноплекс непосредственно на землю не было пустот. Ровнял я все это дело обычной дощечкой. Сначала утрамбовывал, утаптывал, проливал в один из дней водой из шланга, чтобы песок хорошо просел, а в дальнейшем уже ровнял все это дело дощечкой под размер. Также не забываем про разного рода коммуникации. Вот допустим я из дома вывел три пластиковых рукава, чтобы в дальнейшем если понадобится, а может и не понадобится, вывести какие-нибудь провода из дома наружу или наоборот снаружи в дом. И я про них почти забыл. Слава богу вспомнил в самом конце, выкопал и удлинил эти провода. Они будут выходить из-под отмостки. Вот потиху идет работа с наклонной стороны участка. Я выровнял все это дело до ровного состояния. Пришлось немножко откидать и откопать грунта. Опять же навозил песка. Все это дело утрамбовал, выровнял и в дальнейшем начинаем закладку пеноплекса. Укладываем ровненько вдоль нашего фундамента пеноплекс. Причем хочу обратить внимание, отмостка у нас будет выше уровня грунта. Дальше делаем опалубку. Опалубка идет у меня в одну доску. Доска 12 сантиметров. И почему отмостка будет идти именно выше уровня грунта? Потому что напомню участок у нас наклонный и именно вот эта сторона идет с меньшей стороны уклона. Когда идут очень сильные дожди бывает по лету, то на эту сторону со всей горы льется вода. Поэтому отмостка у нас также будет выполнять непосредственно гидроизоляционную роль отвод воды, а не только защита от промерзания грунта. Очень не хочется, чтобы все это дело вымыло водой. В дальнейшем на пеноплекс мы укладываем нашу сетку. Сетку в процессе заливки мы будем приподнимать и тем самым она у нас будет в центре бетонного пирога, а не просто лежать на пеноплексе, как это делают некоторые. сейчас середина октября, а погодка стоит на улице отличная. На эти выходные выдалось вообще замечательно. Прямо как летом. Чистое небо, полный стиль, но это уже я думаю последние деньки тепла в этом году. Даже маргаритки еще повылазили на участке в некоторых местах. Хотя ночью уже заморозки. Ну а дальше продолжаем делать бетон. Будет все очень просто. мы замешиваем все это дело в бетономешалке лопатой и для этого нам потребуется цемент, пластификатор, песок и вода. Пользую обычный портанцемент и замешиваю его с песком 1 к 4. Одну лопату цемента и 4 лопаты песка. Также используем супер пластификатор. С этой добавкой бетон становится крепче, во-первых, в него нужно добавлять меньше воды и смесь получается достаточно пластичная с ней очень удобно работать. теперь сам процесс. Включаем бетономешалку, наливаем туда примерно 8 литров воды в данном случае, причем вода уже идет в перемешку с супер пластификатором. И начинаем добавлять все ингредиенты. Сначала закидываем туда одну лопату цемента в дальнейшем 4 лопаты песка и по кругу одну лопату цемента и 4 лопаты песка в такую бетонную мешалку у меня влазит примерно 15 лопат с лопатой тоже надо быть осторожным главное не зацепить шуфлем лопасти бетономешалки то однажды у меня уже такое было бетономешалка вырвала у меня из рук лопату и чуть не дала мне сверху по горбам вот так вот аккуратненько и не спеша замешиваем все это делом немного гипнотизируем бетономешалку без этого никак перемешиваем минут пять и в дальнейшем выливаем все это делом в тачку после того как мы опустошили бетономешалку обязательно не забываем добавлять в нее опять водички чтобы пока мы уходили выливать или работать дальше со смесью внутри ничего не начало застывать не образовывались никакие камни следующим этапом привозим наш бетон туда куда нам нужно выливаем и начинаем разравнивать берем кияночку и начинаем выравнивать все до ровного состояния постепенно разглаживая нашу смесь тем самым получаем ровное красивое основание и не забываем приподнимать сетку чтобы сетка у нас армировала наш бетонный слой желательно по центру все это дело я еще поправлял правилом и получилось очень ровное красивое основание причем не забываем любая отмостка от здания от стены или от фундамента должна быть обязательно под углом чтобы попавшая на нее дождевая вода либо снег стекали непосредственно под естественным углом с самой отмостки для простоты работы чтобы задать угол я поставил лазерный уровень и относительно опалубки поднял его луч примерно на два сантиметра луч бил получается не в опалубку а в стену и в дальнейшем уже подставляя уровень от луча до опалубки мы получали нужный нам угол с одной стороны я выравнивал все под опалубку а с другой стороны под угол под луч тем самым у меня получилось отмостка с аккуратным постоянным ровным уклоном ну и вот идет процесс заливки как видите получается все достаточно ровно и аккуратно что касается самой смеси как видите я делал ее достаточно густую но так как я добавляю в нее пластификатор она получается достаточно пластичная и и очень легко разравнивать вот такие вот огромные красавцы у нас здесь встречаются с другой стороны где у нас идет наклон все мы делаем точно так же отмостку льем под угол и с углом от здания здесь я точно так же поставил лазерный уровень он имеет у нас хорошую функцию фиксации луча немножко наклонил по он поймал нужный угол и под него все залил погодка шикарнейшая небо чистое начинает постепенно темнеть и это время для следующей нашей забавы вот такая вот интересная штука мы купили себе телескоп это телескоп power seeker 80 и кью я обязательно вам про него расскажу в одном из своих видео игрушка супер ну и вот что у нас получается в один из дней я залил одну половину и дальше вторую половину с третьей стороны мы пока ничего не делали там где входная дверь там мы обдумываем еще крыльцо возможно мы сделаем небольшую терраску но пока это в мыслях вот так получается кому понравилось ставьте лайки заглядывайте в описании подписывайтесь на канал а мы продолжаем всем пока а а